Телефонные мошенники продолжают в буквальном смысле наживаться на жителях Неницкого округа. С начала года полицейские только официально зафиксировали 52 случая, когда люди без принуждения переводили свои деньги неизвестным лицам. Для сравнения, в прошлом году таким же путем был обманут всего 21 человек. Телефонное мошенничество в округе, безусловно, продолжает стремительно расти. Подтверждение тому очередные доверчивые горожане. На счета аферистов из своего кармана они перевели почти 150 тысяч рублей. «Ваша карта заблокирована, вам срочно необходимо проследовать к банкомату». Эти слова прозвучали первыми в телефоне, когда гражданка ответила на звонок с неизвестного номера. И она, конечно, поверила, ведь голос в трубке был убедительным. Мужской, строгий, к тому же звонящий, представился сотрудникам банка. Женщина оделась и тут же отправилась в ближайший магазин. Следуя инструкции неизвестного ей мужчины на терминале, словно заколдованная, она провела ряд операций. И денег на карте как не бывало. Он говорит, переведите 10 тысяч по частям. И номер такой длинный дал. В общем, я перевела, он говорит, теперь эту часть переведите. И, в общем, через сутки у вас это вот все включится. Но деньги не вернулись. Неизвестному мужчине она подарила 24 тысячи рублей. Попытка дозвониться до лжеработника банка успехом не увенчалась. В трубке она слышала лишь «Абонент недоступен? Перезвоните позже». Я пошла сразу в банк. В банк я как раз попала на начальник. В общем, мне говорит, никакого сбоя не было. Вот, идите, пожалуйста, немедленно. И лет сюда. Еще один подобный случай произошел уже с мужчиной. Схему аферисты использовали точно такую же. Телефонный звонок, ваша карта заблокирована, пройдите к терминалу. Тогда житель города мошенникам перевел 110 тысяч рублей. Кажется, что чужой опыт его так ничему и не научил. А учиться было у кого. На уловки телефонных разоблачителей только с начала года попались 52 человека. То ли у нас менталитет у жителей такой, то ли, я не знаю, как еще нам, правоохранительным органам, доводить все эти цифры страшные, которые люди теряют сотнями тысяч рублей, когда за один раз переводят от 250 тысяч, 450 тысяч за покупку той или иной техники. А самое печальное то, что вернуть обратно отправленные неизвестным лицам деньги практически невозможно. При совершении преступления злоумышленники используют сложнейшие виртуальные схемы. После получения средства не меняют телефонные номера и уничтожают банковские карты. По статистике, чаще всего люди, которые обманывают простых граждан, находятся в местах лишения свободы. Так что запомните, если вам звонит неизвестный человек и представляется сотрудником банка, а затем просит ваши личные данные, не верьте ему. Сотрудник безопасности никогда не задаст вопрос, там, ваш пин-код спросит, номер карты, персональные данные, там, номер паспорта, серия. Сотрудник безопасности этого не спросит, потому как все данные эти у нас есть. На удочке телефонных мошенников теперь все чаще стали попадаться не только доверчивые, одинокие пенсионеры. Лжеработникам банка и прочим мошенникам охотно начинают верить и люди куда моложе. Все дело в ловких психологических приемах аферистов. Поэтому самый простой способ избежать телефонных преступников – не поддаваться на их уговоры.